Здравствуйте дорогие подписчики, любители дачи и огорода! Вы на канале Дача Удача! Сегодня хочу рассказать вам об эффективном методе борьбы с почвенной мушкой или почвенным комариком, или еще ее называют стеорида. Очень злостный враг рассады, но обо всем по порядку. Выращивание рассады для меня всегда приятный процесс. Это радость наблюдать, как она растет и с каждым днем становится все больше и больше. Но в один день после пикировки рассады томатов я заметила, что листья начинают терять свой цвет, становятся бледными, а некоторые и вовсе подсыхали. Это первый признак того, что кто-то питается соком растений. Вариантов может быть несколько. Тля, паутинный клещ или почвенная мушка. После того, как я посмотрела все листья, стало понятно, что это почвенная муха. Если это была бы тля или клещ, с обратной стороны листьев были бы личинки насекомых, а мои были чистыми. Опасения подтвердились, когда я начала шевелить землю, и оттуда стали вылетать мошки. Что я только не пробовала, как я только не боролась. Первым делом в ход с борьбой пошли народные методы. Опрыскивала мыльным раствором и чесночным настоем, ставила ловушки из меда, и ведь ни одна муха не попалась. Втыкала в почву зубчики чеснока. Почему-то толку было мало, ничего не помогало. Муха по-прежнему летала. А купить специальные препараты не могла, так как из-за карантина все садоводческие магазины у нас закрыты. Растения тем временем на глазах подсыхали и становились безнадежными. И тут мне пришла идея купить дихлофос от летающих. Взяла и обработала им все по инструкции. После чего было много мертвых мух, и они перестали летать. Я наконец-то обрадовалась, но не тут-то было. Казалось бы, уже несколько дней мушки нет, а рассада все еще болеет. Я пошла на последние отчаянные меры. Решила проверить корневую систему. Взяла, перевернула стаканчики, вытрясла всю землю и корешки оголила. Конечно же, вся корневая система не имела здоровый вид. Поеден был основной стержень и боковые. Мало того, когда я перевернула землю, из нее снова полетели мушки. А это значило лишь одно. Взрослые особи уже успели отложить личинки, и теперь они будут уничтожать рассаду. Если от них не избавиться, они тоже станут мухами. И все повторится сначала. В итоге я всю свою рассаду достала из земли, большую и маленькую, обрезала ей больные корешки, искупала слава растворе марганцовки и поставила в воду для того, чтобы появились новые корни. А землю всю прожарила в духовке по 20-30 минут и просушила ее. И когда рассада дала новые корни, я снова высадила ее уже в обеззараженный грунт. Теперь им хорошо. Растения прижились и набирают рост. Мухи нет, и грунт чист. Важно! Личинки могут быть в покупной земле, и после полива появятся мушки. Это насекомое очень любит сырость. Чтобы их не было, нужно, чтобы используемый грунт был здоровым. Или обеззаразить самостоятельно в духовке. При поливе сильно почву не увлажнять. И если вдруг вы заметили хоть одну мушку, побрызгайте, например, дихлофосом, чтобы она не успела отложить яйца. Вот такая борьба у меня продолжалась больше недели. Будьте внимательны к рассаде. Пусть ваши растения будут здоровыми. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.